Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Заседание продолжается. Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин спустя месяц снова на скамье подсудимых. Ковид уже не так страшен, как другой вирус, чего ждут и опасаются инфекционисты и эпидемиологи края. Музыка не умолкала 8 часов подряд. 15 тысяч человек приехали в горы Алтая насладиться фестивалем «Шум Катуни». Спустя месяц суд Калманского района вновь взялся рассматривать дело предполагаемого политеховского маньяка. Напомним, Виталия Манишина, бывшего главу местной администрации, подозревают в 11 убийствах. За первые 8 заседаний были исследованы доказательства по факту убийств первых трех жертв маньяка. Они были совершены в 1989 и 1999 годах. Сегодня в стенах суда приступили к рассмотрению дела о четвертой жертве 25-летней Натальи Бердышевой. Предположительно, после анализа этого эпизода инстанция примется изучать детали убийств пятерых абитуриенток технического университета. Вода по коленам, машины тонут, частные дома топят. Больше месячная норма осадков выпала в Барнауле за 4 дня. В минувшие выходные в регионе вновь разыгралась стихия. Так обстояли дела в Олейском, Шипуновском и Усть-Пристинском районах. Град необычных форм и размером практически с кулак. Пользователи соцсетей активно опубликовали дары природы в местных пабликах. Барнаульцы и гости города традиционно плавали на Попово и Павловском тракте. А на улице Мамонтово вода с дороги затопила частный дом. Вот так живем. Дом весь смывает. Эта вода идет напрямую на верангу. Однако непогода не помешала некоторым жителям Барнаула хорошо отдохнуть. Никакой дождь, никакая гроза, ничего. Все хорошо. Мы жарим шашлыки. Мужчина молодец! Молодец! Добавим по данным гидромедцентра. В ближайшие дни в Алтайский край вернется жара. Воздух прогреется до 30 градусов. Осадков не ожидается. А я продолжу. Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в России. Как обстоят дела с коронавирусом в Алтайском крае? И какой вирус настораживает врачей больше, чем уже привычный COVID? Мы расскажем в сюжете. Почти пять лет, как он с нами. COVID-19 все еще принято называть новой инфекцией, но в популяции он уже давно как свой. Да и эпидемиологи уже научились прогнозировать поведение коронавируса. Так что рост заболеваемости специалисты называют закономерным процессом. Когда-то смертельный вирус, который у нее в жизни миллионов людей на планете, стал сезонным. Сложно сказать. Опять же, если опираться на исторические данные, то складывается так у возбудителей, что чем длительнее он находится в популяции людей, тем меньше он становится болезнетворным. То есть вот такой переход через множество восприимчивых организмов в большей части все-таки ослабляет его патогенность, но при этом может сохраняться заразность. В стационар продолжают попадать жители края с положительным тестом на коронавирус. Но это единицы. А в целом, по официальной статистике, за последнюю неделю произошло снижение заболеваемости ковидом на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуацию называют контролируемой и в крае, и в стране. В Алтайском крае за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 21 случай за неделю. Для примера, за прошлую неделю в регионе зафиксировали 8603 случая заражения ОРВИ. Сезонный подъем заболеваемости ожидают в конце августа-начале сентября, что всегда связано с выходом на работу в детские сады и школы. Кстати, инфекционисты уверены, куда большую угрозу, чем коронавирус, сегодня несет грипп. И если вакцинацию от ковида уже можно назвать избыточной мерой, то прививка от гриппа актуальна как никогда. Сейчас как раз пришло время начала привычной кампании против гриппа. И как раз вот те люди, кто находятся в группе риска, а по большому счету по тяжелому течению гриппа и осложнениям ковида, это примерно одинаковые группе риска. Я думаю, целесообразнее даже сконцентрироваться на своевременной вакцинации против гриппа. Алтайский край уже получил первый транш вакцин от гриппа – 324 тысячи доз. Всего в регионе планируют привить порядка 60% населения. Чтобы обезопасить себя, в идеале необходимо пройти вакцинацию до ноября. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Закрыто. Поликлиника на проспекте Калинина в Барнауле с сегодняшнего дня больше не принимает пациентов. Медучреждение закрылось на реконструкцию. Здание на Калинина-16 построили почти 90 лет назад. Это объект историко-культурного наследия. Летом эксперты установили, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна. С сегодняшнего дня поликлиника перестала вести прием. Почти 30 тысяч пациентов направили по двум другим адресам. В филиал поликлиники номер 2 на водопроводной 99 и в поликлинику номер 1 на Кулагина 10. На Кулагина уже полностью подготовили терапевтический блок и кабинеты для приема узких специалистов. Сложности, конечно, есть. Пациенты иногда, не читая информацию в средствах массовой информации, то есть продолжают переходить на Калинина-16. Там информацию мы даем, объявление повешено. Я пока с утра тоже была там. Маршрутизируем пациентов. Вопрос с доставкой пациентов именно на Кулагина 10 решается в стадии рассмотрения. Планируется маршрут 70 возобновить. Пока в стадии рассмотрения. В Барнауле поменялось движение на Павловском тракте. Это связано с проведением масштабной реконструкции сетей водоснабжения. Так, на участке Павловского тракта в районе улицы Новороссийской на две недели вводится реверсивное движение. Подробности далее. До 28 августа на Павловском тракте в районе улицы Новороссийской в Барнауле организовано реверсивное движение. Подобная мера связана с проведением первого этапа масштабной реконструкции сетей водоснабжения. В общей сложности задействовано порядка 30 единиц техники и порядка 40 специалистов предприятия. В утренний час пик со стороны улицы Попова у нас две полосы движения в сторону центра идет. С 16.00 до 9 вечера организовано будет уже движение при движении с проспекта строителей в сторону улицы Попова две полосы. Проблем в движении у нас нет, у заторовых ситуаций не было, соответственно, схема у нас на текущий момент рабочая. Напомним, в Барнауле за счет средств бюджетных кредитов реализуется крупный инфраструктурный проект, который предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Объем вложений составит более 2 миллиардов рублей. Модернизация городской коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Дмитрий Дроздов, День с толком. Продолжим. Власти Республики Алтай будут еще более ответственно подходить к реализации инвестиционных проектов на территории региона. Сейчас республика находится в лидерах по динамике инвестиций, входя в первую десятку в стране. Недобросовестных инвесторов начнут лишать предоставленных земельных участков. Первыми статус проектов регионального значения потеряли три инвестора, которые за несколько лет не создали или даже не приступили к строительству запланированных объектов. Это стало главной темой заседания Инвестиционной комиссии Республики Алтай под председательством в РИО министра экономического развития региона Александра Прокопьева. Подробности далее. На земле ни трактора, ни правонарь, ни строительного материала нет. Число инвесторов в Республике Алтай растет, но тем, кто своевременно не реализует заявленные проекты, кислород перекроет. Речь о недобросовестных предпринимателях, которые на полученном земельном участке так ничего и не реализовали. В Республике приступили к масштабной инвентаризации. Мы сделали и разложили все эти проекты на так называемый светофор и определили те, которые у нас находятся в красной зоне. То есть те, кто, грубо говоря, как пример, подпланировали инвестировать 2 миллиарда, инвестировали 500 тысяч рублей. Первыми в очередь на лишение статуса инвестора регионального значения встали три компании. Первая в 2021 году взялась за создание аквапарка в туристическом селе Элекмонар, но не приступила к его реализации. Вторая должна была развивать производство деликатесов. Объем вложений планировался на уровне почти миллиарда рублей. Профиль третьей компании – строительство. Третий проект у нас – это строительство многоквартирного дома в городе Гурналтайске. Эта организация ничего не реализует, за земельными участками не обращается, то есть она у нас просто висит. Заявленная у него нагрузка была 546 миллионов рублей, 38 новочных мест они готовы были создать. Сегодня у нас ноль по всем показателям. Инвесторы не выполнили свои обязательства, не взаимодействовали с правительством. В связи с этим соглашения с ними будут расторгнуты. А предоставленный одному из инвесторов земельный участок возвращен в собственность республики. Подчеркну еще раз, что наша задача – привлекать и активно взаимодействовать с добросовестными инвесторами, заинтересованными в развитии территории. Бизнес в регионе развивается быстрыми темпами. В 2023 году объем инвестиций по сравнению с 2022 вырос на 30%. В Сибири – это лучший результат, в стране – седьмой. Поэтому власти требуют ответственного подхода к реализации заявленных проектов. Недобросовестных будут лишать статуса инвестора. А с некоторыми компаниями планируют заключать дополнительные соглашения с уточнением сроков и объемов инвестирования, заявил Александр Прокопьев. Участники заседания подчеркнули также, что необходимо ужесточить критерии, по которым компании получают статус инвестора регионального значения. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. 12 тысяч рублей требуется барнаульцам, чтобы собрать ребенка в школу. Так утверждает исследование рекрутингового сервиса. В Санкт-Петербурге и Москве придется отдать на 30% больше. Наша съемочная группа решила выяснить, что подорожало и как собирают в школу тех, кто самостоятельно собраться не может. Просто нет на это средств. Передаю слово Данилу Кузнецову. Чем ближе сентябрь, тем больше суеты в магазинах с товарами для школьников. Львиную долю средств нужно отдать, конечно, за одежду. Она, по словам продавцов, за год подорожала где-то на 10-15%. На канцелярию в среднем уйдет порядка 4 тысяч рублей. Цена на канцелярию по сравнению с прошлым годом практически не выросла. А на некоторые школьные товары, например, рюкзаки и пеналы, она и вовсе упала с учетом скидок. Поскольку очень большая конкуренция с маркетплейсами. Общие траты барнаульцев на сборы в школу исследование рекрутингового сайта оценило в 12 тысяч. Хотя многие родители и с этой статистикой поспорили бы, доказав, что денег уходит больше. По данным того же сайта, в Москве и Санкт-Петербурге, закупка всего необходимого к учебному году выйдет на 25-30% дороже. Притом, согласно опросу, около 9% российских семей берут на это кредиты. Однако, есть и другой вариант для малообеспеченных и нуждающихся. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Можно вещи принести? Да. Спасибо вам большое. Конечно, можно. В будущем. В будущем одинскласснику, наверное, да? Смотрите, какой. Для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в опасном социальном положении, уже 15 лет существует акция «Соберем детей в школу». Она проводится по всему краю. Неравнодушные люди в течение августа сдают в специальные пункты одежду, обувь, игрушки и канцелярию. Мы живем рядышком, все время наблюдаем за деятельностью центра, видим, какие мероприятия проходят, что здесь все сотрудники нацелены на то, чтобы помогать людям. И мы тоже решили приобщиться, и какие-то лишние вещи, которые дома накопились, решили просто отнести и все. В Барнауле нуждающихся семей свыше полутора тысяч. Помимо сборов в школу, им оказывают помощь и другими способами. Все ради того, чтобы дети жили в лучших условиях. Мы разговариваем о том, что в доме сейчас, есть ли в наличии продукты, действительно работает ли электричество, работает ли газовая плита. Наши коллеги помогают собрать необходимые документы для того, чтобы подать эти документы, эту материальную поддержку. Также для детей из этих семей проводят мастер-классы и праздники. Ближайшее торжество в честь грядущего Дня знаний пройдет уже в следующую пятницу в парке Центральном. После развлекательной программы более чем полтысячи первоклассников получат ранцы со всеми школьными принадлежностями. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Три раза сели на мель, рвалась лодка, еще и пришлось удерживать плод во время урагана. Таким запомнилось путешествие пятерым мужчинам, рискнувшим добраться из Бийска до Барнаула на плоту. Кто стал инициатором поездки и есть ли новые планы покорения водных объектов, выясняла наша съемочная группа. Эй, рулевой! Все, мы пошли. Так команда из четырех барнаульцев и одного жителя Москвы отправилась в путешествие по маршруту БИСК-Барнаула. В городе Барнаула у меня живет давний друг, который предложил еще в позапрошлом году пойти на плоту. Но, к сожалению, я отказался, потому что это данный поход у нас второй. Потом посмотрел видео, как это происходило, и отказаться уже не смог. В этом году мужчины купили более модернизированное плавсредство. Самое сложное и одновременно радостное событие делится Дмитрий – это как раз сбор плота. Мы его собирали возле понтонного моста, собирали сутки почти, вот, собрали, переночевали на берегу, потому что уже в ночь отходить было нельзя. Ребята, наконец-то мы построили плот. На плоту есть все удобства – рукомойник, кровати, холодильники. Кайф! Просто кайф! Здесь у нас кубрик. Команда планировала добраться до Барнаула за 12 дней, однако путешественники вдвое перевыполнили план. Шли мы 6 суток, по дороге нас застал дождь, ураган страшный, мы стояли вчетвером, держали всю эту конструкцию, чтобы ее не снесло. У нас на борту всегда были жилеты, то есть лодка привязана сзади для того, чтобы это было безопасно. В общем, держим ветер такой, что надуло все, просто, вот, держим, чтобы не снесло. И все равно поем песни и не унываем. Не унывали путешественники и из-за небольших инцидентов. Три раза сели на мель, один раз не заводился мотор и порвалась лодка, которую сразу же починили. Причальны мы в Барнауле. Приключение заканчивается. Напротив городской пляж. Цель сплава успешно выполнили. Достигли пункта назначения, отдохнули, порыбачили и изучили уголки Алтайского края. Я вообще влюблен в Алтайский край, в Горно-Алтайск. Могу просто прилететь на выходные к друзьям. Это отличное место для отдыха, для общения. В планах на следующий год улучшить плод и пойти по руслу реки дальше, в сторону Новосибирска, за камень на Аби. От инди-рока до фолка. В горах Алтая в эти выходные музыка не умолкала 8 часов подряд. В одном из самых живописных мест на территории особой экономической зоны Бирюзовая Катунь прошел первый музыкальный фестиваль «Шум Катуни». Одно из главных музыкальных событий этого лета посетили 15 тысяч зрителей. Хедлайнером фестиваля стали алтайские музыканты, известные далеко за пределами региона группа «Комната культуры». Зрители ликовали, артисты срывали бурные овации. На праздники под открытым небом побывала и наша съемочная группа. Певица из Барнаула Юлия Колерт в числе молодых исполнителей открывает праздник и сразу задает настроение на весь уникальный фестивальный день. Главная сцена фестиваля «Шум Катуни» – основная точка притяжения зрителей. Яркие дебюты, громкие выступления тех, кого публика любит и ждет. Этим летом Катунь шумит особенно громко и музыкально. Фестиваль организован туристским информационным центром при поддержке регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Алтайский край – это земля талантливых людей. Талантливых людей, которые уже чего-то достигли. Талантливых людей, которые сейчас находятся только на старте своего пути. Поэтому, конечно, все это связано с туризмом. И сама площадка, и идея мероприятия связана с тем, что мы хотим как можно больше людей привлечь сюда, рассказать про Алтайский край, про возможности путешествий здесь. В этот раз рассказать путем музыки, путем каких-то креативных историй. А креативных историй на фестивале было предостаточно. Например, отдельный шатер с караоке для исполнителей и любителей, тех, кто уверен в своих вокальных способностях. Открытые мастер-классы, арт-пространство, игровые зоны для детей и взрослых, танцевальные флэш-мобы, ярмарка от алтайских ремесленников, фермерские угощения и уличный фастфуд. А еще экскурсия к достопримечательностям бирюзовой Катуни, пленэр художников, шоу с национальным колоритом и впечатляющий фолк. От задумки до исполнения фестиваль, который готовился три месяца, продуман до мелочей. У нас все меры по безопасности соблюдены, у нас все службы находятся на местах, у нас работают более 20 волонтеров, которые обеспечивают бесперебойную работу площадок. У нас в концертной программе приняло очень большое количество музыкантов, это порядка 50 человек. У нас получилась очень насыщенная, яркая программа, и вот сегодня нам погода благоволит, самое главное, поэтому и, видимо, есть такой отклик у людей. Гости из Москвы, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов страны. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы приехали 15 тысяч человек. Горы, Катунь и масса впечатлений. Настроение отличное, все прекрасно, прекрасное мероприятие. Посмотреть артистов и, в принципе, саму организацию. Очень вкусный бургер поели, вообще класс. Музыка у меня вообще, музыка всегда, forever. Здорово, хорошее место, красивые люди, замечательно все. Но главное событие фестиваля все же музыка. Инструментал, фолк, рок, инди. Восемь часов выступлений под открытым небом. Свои лучшие композиции исполнили Чебанов и инди-группа «Сироткин». Зрители ликовали, артисты срывали бурные овации. Стихийные танцплощадки и живое общение со звездами. Хэтлайнером фестиваля стала барнаульская группа «Комната культуры», которая прославилась далеко за пределами региона. Их выступление стало красочным финальным аккордом первого на Алтае фестиваля музыки «Шумкатуни». Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. И к новостям спорта. Серебро и бронза. С таким результатом сборная команда Алтайского края по гребле на байдарках и кануе завершила свое выступление на 12-летней спартакиаде учащихся России. Наши зашли на пьедестал в кануе двоек среди девушек на 500 метровке и дистанции на 200 метров. Об итогах спартакиады по гребле на байдарках и кануе расскажет Дмитрий Дроздов. Сотни заездов и еще больше эмоций. Этими запомнили соревнования грибцов на летней спартакиаде учащихся. Барнаул на несколько дней стал точкой притяжения сильнейших грибцов со всей России. Это почти 300 участников. Часовой пояс – главная проблема многих команд. Вставали мы в 6 часов утра, чтобы хоть немножко приблизиться к нашему 10-часовому поясу. И выходили уже все метро на воду. Тренировались, сдвинули себя. Ну, потерпели, поработали. И вот результат нам заставил долго ждать нас. Именно грибцы и московская сборная чаще поднимались на пьедестал. Что касается наших побед – серебро и бронза. Пара Дарья Лободина и Элина Перединко дважды поднимались за долгожданными медалями на дистанциях 200 и 500 метров. Эти старты еще раз доказали, что на спартакиаде сильнейшие спортсмены России. И золотую медаль можно упустить за долю секунды. На протяжении трех месяцев скатывали, тренировали. Но на 200 нас слегка зарылило, не получилось заехать первыми. Буквально пару миллисекунд проиграли первого места. Завершилось все яркой церемонией закрытия. Награждения лучших, творческие и даже экстремальные выступления. Одним словом, организаторы сделали все, чтобы эта спартакиада встала в сердце каждого спортсмена. Дмитрий Дроздов, Мария Костелева, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.